Сижу в квартире в полной самоизоляции, а за окном гуляет дама с признаками явной и неоспоримой овуляции. Мила, прелестна и неотразима, как чарующий алмаз. И скрометно мысль чудесная мелькнула под венец с такой красоткой в самый раз. Крутым изгибом соблазнительные бедра дополняли гибкий стан. Мой глаз горел, гормон играл, я без вина до умопомрачения пьян. И, настиж распахнув входную дверь и душу, я крикнул радостно, «Красавица, послушай! Таким чудесным, но немного ветреным весенним днем Вы не желаете испить чайку горячего со мною вдвоем?» «Охотно соглашусь», — ответила прелестница. «Я вся продрогла, как осиный лист. И в тот же миг мы вместе с ней в квартиру поднялись. Заварен чай и на столе конфеты, плюшки. Красавица тайком взглянула на диван и шоковые две подушки. Гормон взорвался, я ее схватил. И в вихре страсти с поцелуями тихонечко спросил. У прелести такой, где совершенство грань необозримо, Секретом быть не может ваше имя. В смущении слегка опущенных божественных ресниц Я таял медленно и начал падать ниц. В растерянности ожидания, что будет впереди, Мой взгляд застыл на вольно декольтированной И чудеснейшей груди. Но выстрелом в ушах! И не было тому примера. Мне донеслись ее слова. Она тихонечко промолвила. Меня зовут Коронавира. Мне имя это дал. И есть тому свидетельство папирус. Мой благодетель и отец Коронавирус.